Здравствуйте! Это «Время жить»! Программа о самом главном, о нашем здоровье. Сегодня мы затронем такие темы. Стресс. Как его победить? Йога. Зачем нужно длинное дыхание? Повышенная чувствительность зубов. Виновата ли в этом пасты? В 21 веке мы живем в условиях тотального стресса. День за днем он навязывает нам безумный ритм жизни, диктует свои правила игры и устраивает все новые сюрпризы. То экономический кризис, то политическая нестабильность. Психологи советуют не нервничать и радоваться жизни. Но как это сделать в таких условиях? Об этом наш следующий сюжет. Основоположник учения о стрессе Ганс Илье относил к нему любое предъявленное к человеку требование. Будь то жара, холод или какая-то положительная или отрицательная эмоция. Стресс вызывается для нас какими-то значимыми вещами, которые для нас представляют либо угрозу, либо какую-то значимую для нас вещь. Испытав стресс, организм пытается перестроиться, чтобы защитить нас. Однако если стресс долгий, например, какая-то проблема на работе долго не решается, нервная система может начать истощаться. Во время такой аварийной ситуации, когда все силы брошены на восстановление баланса, другие системы, за которыми догляда не хватает, могут давать сбой, где тонко там и рвется. Когда защитный барьер нарушен, появляются различные болезни. Как же бороться со стрессом? Мы не можем ситуацию изменить, какую-то там социальную, это не в нашей власти, поэтому мы это принимаем. И это тоже является борьбой со стрессом. С другой стороны, есть вещи, которые мы можем поменять. Мы можем поменять, может быть, работу кое-кто. Бывает человек с такой активной, а работа монотонная, он не может. Человек, который привык общаться с людьми и по своей психике, более социальной, а он работает с цифрами, это тоже приводит к болезни. Победить стресс можно различными релаксирующими методиками. Одна из самых эффективных называется ключ. Суть ее предельно проста и выражается фразой «найди свое движение». Обычно эту методику осваивают с врачом. Однако попробовать найти свое движение, в котором тело расслабится, и вам будет комфортно, можно и дома. Допустим, покачивание в ключе, так оно, вы даже заметили, что когда человек волнуется, он делает ритмические движения, постукивает, пальцами ходит, мама покачивает ребенка, и он успокаивается. Да, какие-то элементы гармонизации будут, но дело в том, что эта система, она целостная. Когда вы сами находите это состояние, входите, врач дает вам установку, при которой вы можете включать это состояние. Помочь при стрессе может и аутогенная тренировка. Ее основа – самогипноз. Если установку долго повторять, она может сработать. Я самая обаятельная и привлекательная. Все мужчины без ума от меня. Однако подойти такая аутогенная тренировка может и не всем. Дело в том, что аутогенная тренировка, в общем-то, она изобретена немцам, шульцам. И он заметил, что вот человек, когда будет гипноз, то у него начинают расслабляться мышцы, там теплее. И он решил, что вот то, что происходит при гипнозе, чтобы человек у себя воспроизвел сам вот это состояние. И тогда возникнет вот такое особое состояние. Но дело в том, для этой методики требуется, в общем-то, быть-то немцем. Нужно заниматься. Вот как человек перестанет сознательно говорить эти формулы, тогда возникнет это состояние. В общем, достичь нужно такого состояния, которое врачи называют мозговой санаторией. Тогда восстанавливается нервная система и налаживаются все процессы в организме. Прийти к такому эффекту нередко помогает релаксация. Расслабление мышц способствует тому, что в мозг человека уменьшается приток импульсов, которые его тревожат. Потому что напряжение мышц вызывает поток импульсов, которые вызывают у человека тревогу. А тревога человека вызывает, наоборот, сокращение мышц. Вы знаете, по западным фильмам, когда начинают мастировать области плечевых мышц, для того, чтобы снять вот это напряжение. Сильные стрессы и нервное напряжение очень эффективно снимаются физическими нагрузками. Подбирать их стоит по себе и своим возможностям. Одному лучше сходить в тренажерный зал и пропотеть как следует. Другому покопаться в саду и увидеть результат своего старания. Занятия йогой в последнее время стали очень популярны. Чем же она так притягивает людей? Что в ней такого необыкновенного? Узнаем дальше. А еще выясним, кому йога подходит, а кому нет. Существуют сотни определений йоги, древняя восточная система оздоровления, гимнастика для души и тела с особой дыхательной техникой, способ достижения гармонии с собой и миром. Йога настолько многогранна, что дать ей вот такой конкретный ответ – йога – это сложно. Но я за время практики своей пришла к выводу, что йога – это опыт. То есть мы можем с вами бесконечно не разговаривать, мы можем много о ней читать, смотреть кино, что-то еще. Но пока мы в нее не окунемся, пока мы не станем заниматься, не встанем на коврик, мы не поймем изнутри, что такое йога, потому что йога – она вся внутри. Практическая йога давно и основательно вошла в жизни огромного количества людей всех возрастов. Кто-то ищет в йоге необходимый уровень физических нагрузок, а для кого-то это способ расслабиться и побыть наедине с самим собой. Основной принцип здесь – не навредить себе, не навредить своему телу, потому что многие жаждут закинуть ногу за голову срочно, встать на голову и сделать какие-то стойки, и они не готовы к этому, пока тело, пока не готово. Поэтому основной, вот я пропагандирую такой принцип на своих занятиях, во-первых, это травмобезопасность, чтобы не навредить себе, и, во-вторых, слушать очень внимательно свое тело. Не свое эго, не свои амбиции, жажду каких-то крутых асан, а именно внутренние ощущения, и тело всегда подскажет, куда вам нужно идти. Самое главное в йоге – правильный ритм дыхания. Считается, что он гармонизирует все внутренние процессы организма. Дыхание в йоге должно быть длинным, то есть на протяжении практики, которая обычно длится примерно полтора часа, человек должен дышать ровно и спокойно, делать длинные вдохи и длинные выдохи. Это на самом деле сложно, хотя йога вроде бы такая мягкая, текучая, неинтересная. Но когда какую-то асану выполняешь и долго не стоишь, забываешь про дыхание, начинаешь дышать хомячковым дыханием, так называемым. То есть сбивается дыхание, абсолютно контроля дыхания нет. Это едва ли не самое важное вообще в практике йоги – контролировать процессы дыхания. Для, во-первых, увеличения дыхательных циклов, увеличивается объем легких, это если, опять же, с точки зрения обывателя. А во-вторых, если идти дальше, то асаны, то есть позы йоги, которые мы делаем на коврике, это только самое начало вообще йоги. Они нам нужны, чтобы подготовить тело к сидячей медитативной асане. Считается, что йога подходит всем и каждому. Нет ограничений ни по возрасту, ни по уровню начальной физической подготовки. Занятия рассматривают не просто как спорт или тренировку, а как курс по здравлению организма. Вообще йога подходит всем, абсолютно всем. То есть, я могу с уверенностью сказать, разница будет лишь в подборе индивидуальной практики. То есть, например, пенсионерка, женщина 60 лет, она, естественно, не придет на какой-нибудь аштанговиньясу йогу, которая очень динамичная и активная. Но йога настолько, повторюсь, многогранна, что для любого человека, даже люди с проблемами со здоровьем, серьезными проблемами со здоровьем, могут заниматься. Единственное же, будет различие в их практике. Йога в переводе с санскрита – единение. Она как нельзя лучше подошла современному человеку, замученному стрессами. Раскрепощая тело и расслабляя психику, она дает возможность по-новому взглянуть на свою жизнь и окружающий мир. Отбросить все не нужно и сконцентрироваться на действительно важных вещах. Перейти от борьбы к состоянию гармонии с миром. Для того, чтобы снять стресс, нужно практиковать шавасану. Это расслабление, поза трупа еще называется, или мертвеца. Ну, когда вы просто лежите на спине в расслабленном состоянии и вниманием исследуете все свое тело. Буквально 10 минут качественно шавасана, на самом деле, это самая сложная асана, потому что в ней очень хочется уснуть. А уснуть нельзя. Нужно сохранять осознанность, но в то же время добиваться того, чтобы ум ваш не блуждал где-то там в проблемах. Ежедневная практика шавасана, 10-минутная, уже будет больше вам помогать. Инструкторы по йоге говорят, что если вы взвинчены, хорошо помогает снять стресс работа с дыханием. Нужно сделать максимально длинные вдохи и выдохи. Причем выдох должен быть длиннее, чем вдох. Только тогда вы будете успокаиваться. Вообще, в излишней чувствительности нет ничего плохого, если, конечно, это одна из черт вашего характера, а не зубной эмали. Когда зубы начинают болезненно реагировать на холодное, кислое и сладкое, с этим уже нужно бороться. Повышенной чувствительностью обладает вовсе не зубная эмаль, а расположенной под нею более рыхлый слой – дентин. Эмаль, словно крепкая броня, предохраняет эту уязвимую ткань. Однако, в силу самых разнообразных причин, она может истончаться и даже разрушаться. И тогда дентин остается беззащитным. Открытые маленькие канальцы – прямая дорога к зубному нерву и пульпе. При малейшем воздействии на них внешних раздражителей появляются дискомфорт и болевые ощущения. Чаще всего повышенная чувствительность зубов возникает из повышенной стираемости зубиков. Она может иметь как наследственный фактор, связанный с прикусом, так и в том числе провоцируется еще и отбеливающими пастами. Все мы хотим иметь красивые, здоровые белые зубы. Реклама говорит, помогут их сделать такими специальные отбеливающие пасты. Однако, именно они содержат достаточно крупные абразивы, которые повреждают эмаль, в результате чего на ней образуются трещины, микропоры. Это нередко сильно повреждает зубы. Сейчас это идет бум просто повышенной чувствительности из-за абразивных паст. Приходится зубы допульпировать, абсолютно здоровые. Вообще, конечно, отбеливающие пасты нужно использовать обязательно с учетом, опять же, с рекомендацией стоматолога. То есть раз в неделю – это максимум. И как такового эффекта отбеливания-то они не дают. То есть они просто за счет абразивных своих веществ, вот этих свойств, они очищают просто механически поверхность зубика от налета. Стоматологи для лечения повышенной чувствительности зубов применяют либо специальные лаки, с помощью которых закрываются микропоры в эмали, либо прибегают к препаратам, содержащим кальций и фтор. Эти элементы резко снижают чувствительность зубов с одной стороны и препятствуют кариозному процессу с другой. С целью профилактики, чтобы хотелось порекомендовать, когда небольшая повышенная чувствительность есть, можно использовать реминерализирующие гели. Они в аптеке продаются, то есть они достаточно распространены. Практически каждая фирма-распространитель имеет зубные пасты также для чувствительных зубов. Что только не делают люди для того, чтобы придать зубам вожделенную белизну. Есть немало тех, кто пробует отбелить зубы при помощи народных методов, используя пищевую соду, перекись водорода, соль и многое другое. Однако к добру такие эксперименты вряд ли могут привести. Дело в том, что там на самом деле, конечно, все эти средства, сода, это абразив. Она повреждает эмаль механически. Кислота тоже нежелательна для зубов. Поэтому просто один раз, может быть, человек это использует, а так постоянно ни в коем случае нельзя. Но я вообще не сторонница средств для домашнего отбеливания. Это медицинская процедура, и она должна условия в клинике проходить. Нередко мы сами виноваты в повышенной чувствительности зубов. Эмаль может пострадать как от нерегулярной чистки зубов, так и от чрезмерного усердия в этом вопросе. Мы зубки должны чистить очень деликатно, без давления. Не как мы ботинки чистим, а очень-очень деликатно. Движения все должны быть выметывающие. Горизонтальных не должно быть движений. А еще, если вы хотите иметь красивые, здоровые белые зубы, не забывайте посещать стоматолога хотя бы раз в полгода. Поэт Владимир Маяковский как-то сказал, нет на свете прекрасней одежи, чем бронзы мускулов и свежесть кожи. Именно такого цветущего вида я вам и желаю. На этом наша программа подошла к концу. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова